Очаровательная и меткая. Людмила Павличенко родилась 12 июля 1916 года в городе Белая церковь под Киевом. После окончания школы Людмила работала на заводе Арсенал, затем поступила на исторический футет Киевского университета. Никто тогда не мог даже предположить, что эта обычная советская студентка в скором времени станет самой успешной женщиной-снайпером в мировой истории. Да, Людмила занималась планерным и стрелковым видами спорта, но это все тогда воспринималось как хобби, что-то вроде норм ГТО. И сама Людмила не представляла, что через несколько месяцев ей придется хладнокровно всаживать пули в головы других людей. Все изменилось с началом Великой Отечественной войны. Людмила сразу же записалась добровольцем на фронт. Там ознакомились с ее базовыми навыками. Планеризм был не актуален, а вот стрелковая подготовка, хорошие стрелки были на вес золота, Людмилу определяют снайпером знаменитую 25-ю Чапаевскую стрелковую дивизию. Со своим подразделением Людмила участвует в боях в Молдавии и затем под Одессой. Оборона Одессы была недолгой, всего два с лишним месяца, но тем не менее эта оборонительная акция всегда высоко котировалась в советских военных кругах. Достаточно сказать, что Одесса была включена в число первых четырех советских городов-героев в 1945 году наряду с Ленинградом, Сталинградом и Севастополем. Но в сентябре 1941 года немецкие армии ворвались в Крым. Угроза нависла над более важным объектом, чем даже Одесса, над самим Севастополем, главной базой Черноморского флота. В октябре советские войска вынуждены были оставить Одессу. Все высвободившиеся части были переброшены в Крым. В числе их была и дивизия Людмилы Павличенко. Именно под Севастополем в полную силу и воссияла звезда советской женщины-снайпера номер один. К тому моменту она уже набрала необходимый опыт и прошла снайперскую обкатку. Теперь ей нужно было только убивать. Убивать не людей, фашистов. Сама Людмила позднее так вспоминала о своей мотивации в те военные месяцы. В отбитую врага деревне я видела труп 13-летней девочки. Ее зарезали фашисты. Мирозавцы. Так они демонстрировали свое умение владеть штыком. Я видела мозги на стене дома, а рядом труп трехлетнего ребенка. Немцы жили в этом доме. Ребенок капризничал, плакал. Он помешал отдыху этих зверей и они его застрелили. Ненависть много мучит. Она научила меня убивать врагов. Ненависть обострила мое зрение и слух. Сделала меня хитрой и ловкой. Ненависть научила меня маскироваться и обманывать врага. Вовремя разгазывать различные его хитрости и уловки. Ненависть научила меня по несколько суток терпеливо охотиться за вражескими снайперами. И ничем нельзя утолить жажду мести, пока хоть один захватчик ходит по нашей земле. Я буду беспощадно бить врага. Людмила была не одинока в своих убеждениях. Вот характерный пример. Когда она проходила по улицам Севастополя, ее часто останавливали ребятишки и спрашивали, сколько вчера убила. Однажды Людмиле пришлось честно сказать, что никого не удалось убить. Плохо. В один голос сказали ребятишки. А самый маленький сурово добавил. Очень плохо. Фашистов надо убивать каждый день. Впрочем, на Людмилу в этом вопросе не приходилось грешить. Движимая собственной ненавистью к захватчикам и осознавая, что ждет Севастополь в случае поражения, все прелести немецкого оккупационного режима ей были известны, Людмила Павличенко безжалостно уничтожала всякого немца, попавшего в перекрестье оптического прицела. К июню 1942 года ее личный счет составлял 309 фрицев. Абсолютный рекорд среди женщин-снайперов Второй мировой войны. За свои подвиги Людмила была удостоена звания Героя Советского Союза, единственной из снайперов женского пола. Кто получил эту награду при жизни, все остальные посмертно. Немцы боялись советских снайперов, на них устраивали настоящую охоту. Фрицы иногда такие концерты закатывали нашим снайперам, что прямо ужас вспоминала Людмила. Как обнаружат снайперский огонь, так и начинают лепить по тебе. И вот лепят часа три подряд, остается только одно. Лежи, молчи и не двигайся. Или они тебя убьют, или надо ждать, пока они отстреляются. Позднее Людмила делилась секретами своего профессионального мастерства. Лежу я обыкновенно впереди переднего края, или под кустом. Или отрываю окуп. Имею несколько огневых точек. На одной точке бываю не более двух-трех дней. Со мной всегда есть наблюдатель, который смотрит через бинокль, дает мне ориентиры, следит за убитыми. В 18 часов пролежать на одном месте довольно трудное занятие. Причем шевелиться нельзя, поэтому бывают просто критические моменты. Терпение здесь нужно адское. Во время засады брали с собой сухой паек, воду, иногда шоколад. А вообще снайперам шоколад не положен. День наш протекал так. Не позднее, как в 4 часа утра выходишь на место боя, просиживаешь там до вечера. Бывало и так, что целый день пролежишь, но ни одного фрица не убьешь. Надо сказать, что если бы у меня не было физкультурных навыков и подготовки, то 18 часов пролежать в засаде я бы не смогла. Под Севастополем немцы здорово жаловались на наших снайперов, знали многих наших снайперов по именам. Часто говорили, эй, ты, переходи к нам. Но не было ни одного случая, чтобы снайперы сдавались. Были случаи, что в критические моменты снайперы сами себя убивали, но не сдавались немцам. Людмиле не раз приходилось вступать в единоборство с немецкими снайперами. Так, весной 1942 года, на одном из участков фронта, много бед приносил один такой фашистский стрелок. Командование поручило Людмиле Павличенко решить проблему. Людмила установила, что вражеский снайпер действует так. Выползает из окопа и идет на сближение. Затем поражает цель и отходит. Павличенко заняла позицию и ждала. Ждала долго, но вражеский снайпер не подавал признаков жизни. Видимо, он заметил, что за ним наблюдают и решил не спешить. Теперь речь шла о том, кто кого пересидит. Людмила рассчитывала на свою закалку и на то, что немец привык ночевать в блиндаже. Провести всю ночь на голой земле для него будет сложно. Самой же Людмиле было не привыкать. К ночевкам на холоде. Прошла ночь. Немец молчал. Когда рассвело, терпение немца иссякло, он стал осторожно приближаться. Она подняла винтовку и в оптическом прицеле увидела его глаза. Немец заметил, что его выследили и направил винтовку в сторону Людмилы. Но ее выстрел прозвучал на секунду раньше. Враг свалился замертво. Как позднее выяснилось, Людмила уничтожила матерого аса-снайпера, который открыл свой личный счет еще в боях против Франции в 1940 году. Всего же немецкий стрелок уничтожил 500 солдат различных национальностей. Но Людмила Павличенко оказалась ему не по зубам. В июне 1942 года Людмила была ранена при артобстреле. Вскоре ее отозвали с передовой и направились делегацией в США, как видную советскую женщину-воина. В ходе поездки она была на приеме у президента США Франклина Рузвельта. А супруга президента Элеонора Рузвельта даже пригласила Людмилу Павличенко в совместную поездку по стране, в ходе которой Людмила выступала на многочисленных митингах и собраниях. Регитируя за скорейшее открытие Второго фронта, особенное впечатление произвело ее выступление в Чикаго. «Джентльмены», – сказала Людмила, – «мне 25 лет. На фронте я уже успел уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» После минутного замешательства и осмысления сказанного зал взорвался аплодисментами. Людмила была настолько популярна в США, что американский певец в стиле кантри Вуди Гатри даже написал про нее песню, которая так и называлась «Мисс Павличенко». После июня 1942 года Людмила уже не принимала участия в боевых действиях. Полученное ранение давала о себе знать. Теперь она перешла на преподавательскую работу. Служила инструктором в снайперской школе «Выстрел». После войны Людмила Михайловна Павличенко была научным сотрудником главного штаба ВМФ. Затем вела работу в Советском комитете ветеранов войны. Умерла легендарная женщина-снайпер в 1974 году в Москве. Текст, подготовленный Денисом Орловым, публикуется в журнале «Военная история» в 2015 году. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Продолжение следует...